Здравствуйте! Мы с вами продолжаем наш курс, посвященный анализу и описанию произведений изобразительного искусства. И сегодня мы будем говорить о таких понятиях, как ритм и динамика. Вообще, нужно сказать, что навык анализа и описания произведений искусства, он формируется только постоянными тренировками. Потому что даже зная прекрасно алгоритм и прекрасно будучи знакомы с основными понятиями теории искусства, конечно, без практического применения эти знания не получат должного воплощения, как это требуется, например, при написании работы для Олимпиады или для каких-то других учебных целей. Итак, основные понятия, которые связаны с ритмом и динамикой. Первое понятие, которое мы с вами вводим, опираясь на концепцию Даниэля, это понятие регулярной плоскости. Под регулярной плоскостью мы будем понимать изобразительное поле, которое обладает рядом качеством. Эти качества следующие. Во-первых, это плоская поверхность, обычно однородная, непрозрачная, относительно гладкая и симметричная. Ну, симметричная — это условно. Качество регулярной плоскости, форма, структура — это вещи очень значимые для анализа произведений искусства. Поэтому здесь, когда мы будем с вами приводить конкретные примеры, обязательно нужно будет обращать на это особое внимание. При этом понятие однородности здесь речи не идёт о фактуре поверхности. Здесь речь идёт именно о той интерпретации пространства, которое тем или иным художникам использовано и применяется для решения конкретной художественной задачи. Далее, следующее понятие, которое мы вводим, — это понятие вертикали. И следующее понятие, которое мы с вами вводим, — это понятие горизонтали. То есть это вот те самые условно оси координат, которые позволяют описывать и анализировать произведения художественного творчества. Вертикаль и горизонталь — это те понятия, которые очень тесно связаны с форматом картины, и сейчас мы тоже об этом скажем. Потому что, несмотря на то, что вроде бы понятия очень простые и связаны, может быть, даже больше с геометрией, тем не менее они оказывают решающее воздействие и на зрителя, то есть на его психологическое восприятие того или иного полотна. И сразу скажу, что вот эти вот законы, которые мы будем кратко характеризовать, они опираются на законы зрительного восприятия, которые, в общем и целом, одинаковы для подавляющего большинства людей, которые принадлежат к одной традиции, то есть к одному культурному полю. Поэтому, так или иначе, эти качества, эти примеры и эти приемы, они обладают высокой степенью универсальности. Поэтому тут важно это понимать и учитывать, когда вы работаете с той или иной картиной. Вертикаль, она фиксирует определенное состояние, момент видимости. Горизонталь, она является осью длительности, то есть она определяет динамику зрителя и объекта в поле наблюдения. Ситуация зрительного наблюдения, она может быть представлена как развертывание ряда состояний на оси длительности. Соответственно, такие понятия, как верх, низ, левое, правое, они задают в обозначенной схеме пределы видимости. Когда мы описываем картину, важно это помнить и правильно называть необходимые части. Скажем также, что регулярное поле изображения, оно как бы согласует оптимальные условия восприятия, учитывая положение каждой из сторон, и зрителя, и изображенного, то есть и зрителя, и зримого. И это тоже достаточно важный момент, потому что понятие правое и левое необходимо, например, для религиозного искусства рассматривать именно с точки зрения изображенного, а не с точки зрения смотрящего, поэтому вот такие вот нюансы, необходимо быть к ним особенно внимательными. И в соответствии с соотношением горизонтали и вертикали для прямоугольных произведений мы выделяем два формата. Это формат горизонтальный и формат вертикальный. Отметим, что с точки зрения формата в станковой картине художник достаточно свободен, потому что у него нету плоскости стены, которая навязывает ему то или иное поле для работы. Названные форматы вертикальный и горизонтальный, они в соответствии с теми категориями, которые мы обозначили, они обладают определенной такой особенностью, которая связана с восприятием зрителя. Вертикальный формат, он воспринимается как предстояние, то есть предполагает более тесный контакт зрителя и изображенного. Поэтому вертикальный формат чаще всего используется для иконописных произведений. Часто вертикальный формат художники выбирают для портретного жанра. Горизонтальный формат, он воспринимается как своеобразный нарратив, то есть повествование. Поэтому горизонтальный формат чаще используется для пейзажного жанра, для композиций, которые посвящены каким-то историческим событиям и так далее. Опять же, я говорю, что это достаточно условно и категорично мы не можем утверждать, что только так и никак иначе, тем не менее мы говорим о преобладающей характеристике, о том, что преобладает для того периода и для той школы, о которой идет речь. Отметим, что кроме прямоугольного есть и другие разновидности формата, более сложные. Например, это формат тонда. Тонда – это круглый формат изображения, которое вписано в круг. И вот перед вами несколько примеров такого рода. В частности, это картина Сандро Боттичелли «Мадонна с гранатом», которая была создана в 80-е годы 15-го столетия. И круг как формат, он тоже задает определенную такую эстетическую принудительность. Эта композиция достаточно замкнутая. И, как мы видим, тоже есть определенные взаимоотношения с рамой картины. Со второй половины 16-го столетия и вплоть до 18-го века очень распространенным становится формат овальных картин. Иногда эти произведения могут быть вписаны в прямоугольник. Иногда это может быть чистый овал. И вот на представленных примерах мы видим с вами вписанный в прямоугольник овал. Это картина русского художника 18-го столетия Ивана Никитина. Портрет Напольного Гетмана, работа, которая относится к 20-м годам 18-го столетия. Второе произведение – это портрет, который принадлежит Федору Степановичу Рокотову. Это изображение Варвары Ермолаевны Новосельцовой или Новосельцевой. Портрет заключен в изысканный овал. Это излюбленный формат, который Рокотов использует в 80-е годы. Такая форма, она придает портрету утонченность, такую вот рафинированность. Но такой формат, он требует от художника особой точности композиционного построения. Потому что здесь совершенно свои законы освещения. Цвет падает прямо на лицо и фигуру. Это накладывает свой отпечаток и на колористическое решение. Поэтому здесь формат излюбленный. Тем не менее, он достаточно сложный. Ну и существуют другие разновидности. Например, композиции, которые располагались в интерьере, скажем, над дверями, так называемые досю де порты, они могли обладать совершенно сложными геометрическими формами. Но вот все-таки досю де порты их скорее следует рассматривать как разновидности интерьерной, возможно, даже декоративной живописи. Поэтому в рамках данного курса мы будем говорить преимущественно о работах станкового характера. Итак, вертикаль и горизонталь, они составляют элементарную систему отчета, если речь о прямоугольном формате. Относительно вот этой системы отчета ориентированы все прочие изобразительные компоненты. И, в общем и целом, вот эти качества мы с вами сейчас рассмотрим на одном из примеров. Как изменение положения, как изменение ритма, оно формирует особое зрительное восприятие. Возьмем прямоугольный формат, прямоугольник, в котором проведены вертикальные и горизонтальные оси. Эта фигура симметрична, то есть она способна совмещаться с собой посредством отражения относительно вертикальной оси или посредством поворотов вокруг центра, ну, если бы это был квадрат. Эти элементы, они находятся в состоянии равновесия. Теперь мы с вами смещаем вертикаль относительно центра и смещаем горизонтали также относительно центра в сторону верхней части. Что же произошло? Прямоугольник остался тем же самым. Вертикаль осталась вертикалью, горизонталь осталась горизонталью. Размеры остались прежними. Тем не менее, все преобразилось. То есть изменилось соотношение перцептивных сил, то есть движущих сил восприятия. И изображения, они обладают совершенно разной степенью эмоционального воздействия. И вот этот прием мастера, они часто используют, когда располагают части композиции в рамках заданного формата. Потому что в одном случае членение поля статично, в другом – динамично. И таким образом изменение вот этих вот диагоналей, изменение ритма вертикали и горизонтали, оно существенно влияет на общий эффект. Отметим также, что кроме вот названного приема в рамках самого пространства изобразительной плоскости также можно говорить о ритме. Всякое изображение, так или иначе, прямо или от противного, оно выявляет скрытую структуру поля. Всякое изображение есть одновременно и согласие, и конфликт с полем. Соблюдение и одновременно нарушение структурных правил. Строго говоря, оно существует в поле постоянного напряжения сил. Как отмечал один из теоретиков визуального восприятия, Рудольф Арнхейм, он говорил о том, что любая линия, нарисованная на листе бумаги, любая наипростейшая форма, вылепленная из куска глины, подобно камню, который брошен в пруд. Поэтому вот эта вот линия, она производит определенное движение на плоскости картины, и благодаря этому можно говорить о ритмических повторах, о членениях и, в общем и целом, о создании такой единой законченной целостной композиции. На представленном изображении, это картина Сандро Боттичелли, которая называется «Весна», мы видим ритм вертикали, который позволяет организовать пространство произведения. Конечно, это не единственный прием. В данном случае можно говорить о ритмических повторах, например, цвета, ритм цветовых пятен, которые мы здесь с вами отмечаем. Это вот красные, киноварно-красные и охристые фрагменты. И особенно чутко ритм цветовых пятен, он становится очевиден, когда мы говорим об изображении, взятом более крупно. Вот это центральная часть композиции, и мы видим, как благодаря этим цветовым повторам формируется целостное движение. То есть мы смотрим сначала в общем, обращаем внимание на какую-то часть композиции, и далее мы видим, как благодаря тому, что наш глаз, он как бы скользит по поверхности картины, вот здесь, ниже, формируется это ощущение динамики, и в конечном итоге ощущение ритмических повторов, которые формируют целостное понимание композиции. Также ритм может быть ритм повторяющихся элементов. В данном случае тоже фрагмент этой картины. Мы видим, как благодаря тому, что художник изображает одну и ту же руку, но с разного ракурса, вот формируется это ощущение движения, динамики, то есть ощущение, что три представленные барышни, они кружатся в караводе. И существуют другие приемы, например, расположение композиции по восходящей или нисходящей диагонали. Также это основано на законах зрительного восприятия, о том, что одно направление воспринимается как восходящее, а другое воспринимается как нисходящее. Поэтому особенно важно, когда вы работаете с произведениями изобразительного искусства, брать оригиналы работ или брать те примеры, которые репродуцированы с достоверностью, то есть для того, чтобы избежать отзеркаливания. Потому что вот на примере представленной работы, это картина художника Сурикова, которая называется «Боярин и Морозова». Художник, он стремился выразить, прежде всего, движение, потому что в этом движении раскрывается смысл картины. Картина, она разделена на три горизонтальных части. Средняя, самая широкая, верхняя – это небо, средняя, как я уже сказала, самая широкая – это масса человеческих лиц и фигур на темном фоне, и, наконец, нижняя полоса – это снег. Так вот, динамика, она создается благодаря тому, что композиция, она построена по диагонали. Если мы это изображение перевернем отзеркалем, то мы увидим, что вместо ощущения уезжающих саней, на которых изображена «Боярин и Морозова», композиция, она наоборот, будет как бы наезжать на зрителя. Поэтому еще раз подчеркну, что очень важно использовать и работать или с оригиналами произведений, или с репродукциями, которые опубликованы в каких-то академических изданиях, то есть они прошли редакторскую правку. И, подводя итог, отметим, что основная функция регулярного поля изображения – это функция объединения, то есть связующая. Любой знак, линия, пятно, фигура, которые помещаются в его пределы, он помещается в сеть пространственных отношений и тем самым становится компонентом целого. Вместе с тем пространственная неодородность поля, она обуславливает различную энергию знака в зависимости от места его вхождения в это поле. Поэтому функция поля в изобразительной деятельности оказывается также существенно значимой. У других теоретиков искусства, в частности у Павла Флоренского, это выражено в гораздо более сложных категориях, которые остаются за рамками нашего учебного курса, однако при желании, при необходимости, я думаю, что было бы весьма интересно почитать о таких понятиях, как качество изобразительной плоскости, однородность пространства, равноверность времени и так далее. Я благодарю вас за внимание.